Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин. Водительский стаж 12 лет. Не нарушает. Почти. В России снова выросли акцизы на бензин и дизельное топливо. На 2,1 рубль за литр соответственно. В результате, как ранее прогнозировало Министерство финансов, горючее может подорожать примерно на 7%. То есть на 2,5 рубля. В Роснефти накануне озвучили чуть меньшее повышение 2 рубля. За ситуацией пообещала следить Федеральная антимонопольная служба. Трасса 101 Уже в мае этого года в правила дорожного движения может быть включен термин «опасное вождение». Одновременно в Кодексе об административных правонарушениях появится соответствующая санкция. Опасным вождением будет считаться, например, невыполнение требования выступить дорогу, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, необоснованное резкое торможение, препятствование обгону, перестроение в плотном потоке и так далее. Есть, кстати, предложение включить сюда и движение со скоростью более 60 км в час в населенном пункте. Федеральное дорожное агентство назвало причину высокой аварийности на российских дорогах. Это не что иное, как их хорошее или даже идеальное состояние. В документе, подготовленном Росавтодором, говорится, цитирую, «на хорошей дороге водители чаще превышают скоростной режим, выезжают на встречную полосу. Эти нарушения являются одними из наиболее частых причин ДТП». Конец цитаты. Администрация Кирова планирует организовать одностороннее движение еще на двух улицах областного центра. Это Герцена от Карла Липкнихта до Карла Маркса и Володарского от Преображенской до Пятницкой. Напомню, что сейчас в нашем городе движение автомобилей только в одну сторону разрешено на участках улиц Спасской, Московской, Герцена, Горбачева, Розы-Люксембург, Володарского, Свободы, Маклина, Красноармейской, Труда, Орловской, Грибоедова и Короленко. Чиновники и госавтоинспекторы говорят, что это положительно сказалось на дорожной обстановке. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания.